Привет! Тут недавно задумался, что неплохо было бы разжиться плеером, музыку в машине послушать, да и вообще когда физкультурой занимаешься. И я думал, что это уже отходит все на второй план, а оказывается это целый мир. И есть такие люди, называют их аудиофилы, с ними я не знаком, да я вообще с этим был не знаком и понял, что оказывается существует целое множество, огромная линейка всяких плееров, много производителей и цены там такие, что я тоже захотел познакомиться со всем этим. Что же это такое? Hi-Fi, Hi-Res, что это за супер звучание, но много денег тратить не хотел и тут на помощь мне пришла фирма Hi-Bee, есть у них уже Hi-Fi плеер, но из бюджетной линейки, для знакомства мне хватит, за очень хорошую сумму, в общем и целом заказал у них. Hi-Bee R2 Gen2, второе уже поколение этого плеера, давайте распечатаем, все как обычно на канале, нашел лучшую цену, вот он мне пришел, давайте все расскажу пока распечатаю, погнали. 10 дней до Свердловской области, я пребываю в шоках, я 20 марта заказал, а 30 марта уже забрал на почте, причем на почту поменял сам продавец, я заказывал на пятерку, в пятерочку, а он поменял, что-то там пошло не так, они так написали. Ценник просто вкуснейший, во-первых я брал, пока была какая-то распродажа, во-вторых меня не поленился, взял купончик у продавца, там у продавца есть купончик, 6 526 рублей, мне это дело вышло. Коробка фирменная, Hi-Bee, правильно называю, интересно, давайте так, друзья, если вы, как же вас, аудиофилы, да, называют, если вы один из таких, здесь что происходит на канале? Я нахожу лучшую цену или вообще где что можно купить, или что-то, если уж я, конечно, разбираюсь, тогда технический обзор делаю нормальный, подробный, если не разбираюсь, а я в аудио не разбираюсь, нет, на уровне плееров не разбираюсь, а вообще в целом-то я разбираюсь в этом, а вот на уровне плееров, вот Hi-Fi, Hi-Res, вот это все, я только это познаю. Если вы аудиофил, сильно камнями не кидайте, здесь будут вот больше про цену, конечно, какие-то характеристики я расскажу. Так вот, о чем я, если вы хотите вылететь в эту сферу Hi-Fi плееров, Hi-Res и всего хорошего звучания, как оказывается, мы слушали все время не то, я прям заинтересовался этим, мне просто стало очень интересно, Но, по минимальный порог, Хиби нам дает минимальную цену, это у нас новенький Хиби R2 Gen 2, второе уже поколение этого плеера, а первое поколение нашумело, потому что характеристики, ну и вообще в целом, неплохие характеристики у этого плеера. Не то, но извините меня, за 6500, что вы можете предложить? Плюс-минус по характеристикам и звучаниям, я так понимаю, фирма, вот еще Shanling у них есть, M0, прошку можно сейчас купить, но извините меня, цена 10600, это на порядок дороже. Жаль, вот только не успели прийти наушники, я их буквально через пару дней заказал, Хиби тоже по крутой цене, придется, наверное, может быть, тоже сделаю обзор, если не поленюсь, Хиби СИЦ второго тоже поколения, отличные наушники, судя по всему, по описанию пока, я ничего не слышал, я даже не знаю, как будет работать плеер, но мы с вами сегодня это узнаем от профана, такого, как я, ну, я меломан, я люблю музыку слушать, но я не знал, что ее можно слушать на каком-то крутом уровне. Давайте в целом распечатывать, я вам буду какие-то характеристики рассказывать. Операционная система своя, Хибиос, использует такой плеер, можно купить в трех цветах, я зашел на официальный сайт, а в черном даже у них по предзаказу какому-то, ну, короче, надо подождать. Так он только-только, получается, вышел, что ли, только-только вышел, я его свежачком за такие бабки урвал. Что еще хотел сказать, весит он всего лишь, плеер этот сам, 70,6 грамма, 70 грамм, при своих мельчайших габаритах, в общем и целом, вот так вот упакован вспененный полиэтилен, и все. Вот коробка, коробку, коробку, не помяли нисколько. По-моему, первое, не так много я посмотрел и почитал про них, вообще, решил такой, не буду много изучать другие какие-то обзоры или еще что-то, различаются. Там были кнопки, круглые кнопки металлические по всему, здесь две, по-моему, здесь четыре или три, здесь уже сделали по-другому. Ну, мы сейчас с вами распечатаем и посмотрим, полностью запакован, полностью запаян, то есть весь комплект, то, что внутри. Да, полностью запаян. QR, можете его чекнуть, он под пленкой? Он на пленке? А, он на пленке, короче, можно его чекнуть. Я даже не знал, на самом деле, что плееры до сих пор еще есть, а, оказывается, есть целая каста людей, огромная каста людей, которые этим пользуются. Есть такие понятия, как ЦАП и все остальное. Ну, в принципе, а что? Это гаджеты, похожие, может, на маленький телефон. Как, в общем-то, ЦАП, цифровой аналоговый преобразователь, проигрыватель выполнен на чипе ES9219C от ESS Saber. Воу, прикольно, но только, знаете что, я вижу, как будто что-то, ну, не пальцем, а какой-то вот... Во, видно, немножко как-то вот такие потертости, но это пленка наклеена уже сверху, все эти потертости на пленке, возможно, при наклеивании как-то... Вот сам плеер сразу нас встречает. Давайте вообще в целом посмотрим по комплекту сначала. У нас есть пластиковый бампер, чехол. Это хорошо, можно это дело использовать. Пластиковый, он самый простой. Вообще, аксессуары продаются отдельно, но стоят они не очень дешево. Даже тот же чехол, вот такой бампер, будет стоить рублей 500. Пленка уже наклеена на плеере, я вижу, не надо будет затрачивать хотя бы на это. Сзади у нас тоже наклеена пленка, стекло. Здесь у нас красуется сертификация Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless. Плеер достаточно легкий. О, очень приятная крутилочка. Я так понимаю, это громкость. Да, очень приятная крутилка, раньше были кнопки. Давайте визуально рассмотрим. Сверху у нас микрофон, кнопка включения. Сбоку у нас немножко странное решение, возможно, я потом это пойму. Посреди мне кнопка паузы. Тут ниже расположен второй микрофон, причем плеер может писать в себя звук как диктофон. Снизу у нас Type-C вход и джек 3.5. Ну и еще разъем под флешку. Флешку можно запихивать, я так понял, очень большого объема. Стоит ли интересно рассказывать про те характеристики, в которых я сам не очень понимаю? Ну, хотя бы что-то понимаю. В нем есть процессор, и он от Ingenic X1000E. Кстати, в первой модели я не знаю, какой был. Может работать с цифровым сигналом PSM 32 бита или 384 кГц. И нативным потоком DSD256. Что, давайте, наверное, включим. Пау, плеер запустился и предлагает нам выбрать язык. Давайте выберем язык. Так, language. Какая-то неприятная пленка на нем наклеена, такая шуршавенькая. Русский язык на борту присутствует. У нас 32% заряда. Сенсор очень отзывчивый, прикольный, очень быстрый. Главное, что процессор этот очень быстрый, но внутри у нас, опять же, нет еще ни флешки, ни музыки, ничего подобного. Очень классно, можете это слышать прямо. Тактильно очень круто. Надо послушать. И здесь в уголке показывают, какой процент громкости у вас сейчас стоит. Аккумулятор встроенный, 1000 мАч, что позволит вам слушать в прослушивании 15 часов или 20 суток в режиме ожидания. Wi-Fi тоже на борту имеется, 24 ГГц. Bluetooth 5.0 с поддержкой Watt и LDAC. Это у нас что касаемо Bluetooth. Он может как получать в себя информацию, так и раздавать информацию, передавать по этому Bluetooth. Вообще получается гаджет универсальный. Вы можете его использовать много. Как внешняя звуковая карта. Это я пока вот смотрел, читал. Где-то кто-то об этом писал у компьютера. Хотя я вообще это не рассматриваю, чтобы так использовать. Небольшой лайфхак в плане бампера. И очень круто, что он есть. Если вы, допустим, вы бегаете с таким плеером. Или какой-то у вас физический или спортивный или еще что-то. Вы можете знать, как сделать с той стороны футболки внизу или сверху. Сверху меньше болтается. Вы можете вот таким образом с одной стороны футболка продеть. И снаружи вот так закрепить плеером. Выходная мощность плеера 90 мВт. Это не слабо, так скажем. Но надо еще все на слух. Заметили, что экранчик. Я вот пока вот так тыкаю. У меня экран загорается. Экранчик-то не на весь экран. А вот в верхней части. Он у нас что получается? 2,45 дюйма. 480 на 360. И ну махонький чего. Махонький экранчик. Но в принципе это же плеер. Зачем вам больше? Яркость всего 50. И кстати при таком сильном освещении. Давайте поставлю больше яркости. А больше яркости мне и не надо. На 50 очень даже комфортно. Самописец. Самописец. Классный перевод. Хиби. Крутой перевод. Самописец это я так понимаю. Рекорд. А ну вот тут написано. Рекорд. Это у нас диктофон. Музыку можно воспроизводить как все треки. Как можно папками, файлами. Так же можно альбомами. Артистами, жанрами. И вот такой вот приятный экран самого плеера. Достаточно прикольно выглядит. И кстати даже вот камера хорошо передает свет. А цвет реально хороший у него. Приятный. Плеер поддерживает большинство всех самых популярных форматов. Он поддерживает флаг. Заиграет по-новому. Не так как в MP3. Ну в целом он MP3 поддержит. И варп поддержит. И SUUE. DSF. OGG. AAC. Opus. Все самые популярные форматы этот плеер поддерживает. Не досмотрел до конца главный комплект. Начал что-то наезжать. Бухтеть. Вот такая вот у нас карточка есть еще. Есть вот такая вот. QC Pass. Есть новая пленочка. Можно наклеить и все. Не парится. Да я не буду клеить пока новую пленочку. Ну и вот такой маленький кабелек. Зато фирменный. Хиби. Прямо написано на нем. Почему-то я все время пытаюсь называть Хиби. А хотя это Хайби. Хайби. Хиби. Тут же вот у нас сразу открывая эту книжку по руководству. Я вижу что Хиби. Music App. App Store. Да. Или где-то можно это скачать. Для управления. А вот есть Хиби Music для Android и iOS. Можно скачать. И установить. Приложение существует. Желтенький. Все. Я устанавливаю. Китайские и английские языки. Если вы не понимаете в английском, можете пользоваться переводчиком. Очень надо рекламировать. Ну вот человек со мной как-то общался. Я ему подсказал. Он не знал. Давайте подскажу. Яндекс. Переводчик. Может прям по фотографии переводить. Можете сфоткать. А можете подгрузить картинку. И он вам переведет. Если вы это не знали, то вот пользуйтесь. Пожалуйста. Гугл переводчик такого делать не может. Обновление ПО. Вот. Через SD карту. Через хота. Включаем Wi-Fi. Вот. Поиск сетей. Сканирование. Ищем сеть. Wi-Fi. Вон нашел мой телефон. Очень прикольный и классный экран. Отзывчивый. Все так мягонько. Все классно. Я бы, знаете, что сюда. Я бы не пленку, наверное, клеил. А хотел бы наклеить стекло. Все-таки пленка не так сильно защищает. А вот стекло внешнее было бы вообще классно. И тактильно приятнее. Потому что вот это. Ну, тут какая-то такая себе пленка просто. Вон в комплекте есть новая. Но неохота переклеивать. Это хорошо заклеено. Зачем еще можно подключаться, кстати, по Wi-Fi. Здесь, смотрю, у нас есть вроде какое-то должно быть радио. И я смотрю, у нас здесь AirPlay. Кнопочка подсвечивается. Не знаю, будет видно, не видно. Но кнопочка подсвечивается синимким. Сканирование. Вот. Установить сопряжение. Передаю аудио. Все работает. Управление полностью работает с плеера. Я могу управлять полностью с телефона. То есть вообще круто. Я могу прослушивать дальше, продолжать музыку. Только теперь это делает с плеера. Хотел сказать, что, возможно, для большой руки не будет очень удобно. Хотя, если приноровиться и подушечка большого пальца, то достаточно удобно. Но скорость добавляется медленно. Хотелось бы побыстрее. А, можно сенсор сразу пальцем провести. Это плюс. Ну-ка. Оу. Громко. Я пока не сужу. Не берусь судить по качеству. Но это очень громко. Запаса громкости хватает. В общем-то, о чем я хотел сказать. Что эти наушники. Это у меня спортивные наушники. Under Armour JBL. От Скалу. Знаете, вот он когда-то показал. Выходила, кстати, уже тоже вторая ревизия этих наушников. Но у меня вот, к сожалению, первое. Осталось классные наушники для спорта. Это большие накладные наушники. Были топовые. Цена была десятка когда-то в свое время. Топовые для спорта. Но это не самое крутое качество звучания. Поэтому за звук я не могу ничего сказать. Погодите. Как раз-таки, которая кнопка с паузой объединена. Это как раз-таки кнопка вперед. Следующий трек. А которая отдельно, это назад. А зачем так сделали? Отдельно, наверное, удобнее было бы вперед. В общем, немножко вот с этим ерунда. Что хочу отметить. Звук уже другой. Он как будто глубокий стал. Не просто играет как из радио. Не как с телефона. Однозначно не как с телефона. Эти наушники никогда не играли так громко. Это вообще что-то с чем-то. Ну, то есть, я могу сейчас поставить, получается, на паузу. Отключился Bluetooth и включился Wi-Fi. Он показал, что S21 пользователь Антона. То есть, он подключился к Wi-Fi. То есть, параллельно они, я так понимаю, не работают. Интернет. Ну, то есть, соединение по Wi-Fi и Bluetooth. И еще, я так понимаю, если вы знающий, поправьте меня. Но я, в общем, так понял, что если вы принимаете сигнал по Bluetooth, а ну да, логично, то вы, скорее всего, не можете его передавать на наушники Bluetooth. Сам Bluetooth современный нормальный 5.0. Но понимаете, что слушать музыку через Bluetooth наушники все равно вы теряете в качестве, чем слушать музыку через провод. Тем более, хороший провод здесь. Провод просто для галочки, чтобы был. Если вы все по воздуху передаете, не через флешку, естественно, это тоже будет разряжать быстрее. Ваш плеер, насколько быстрее, я пока не знаю, так как это надо все проверять. Но целый день, я думаю, вам будет хватать точно этого плеера. Пришел, подкинул на зарядку, подзарядил. Да и наслаждайся, в принципе, сканированием. Нашел мои наушники. Попробую подключиться к ним. На 1 гиг закинул туда музыку. FAT32 файловая система. Надеюсь, такая и нужна. На 1 гиг нашел флешку. Короче, вот, что я заметил. Заколебетесь вы ее туда вставлять, если у вас нет ногтей. Даже вот так, даже если у вас есть... О, получилось! Потому что она очень глубоко туда залазит. Но если у вас получилось вставить, то вряд ли получится достать. О, получилось! Просто тут я потестил только что, и ничего у меня из этого не вышло. Так, вставил. SSD карта вставлена. И он SSD карту видит. Ожидает сканирование. Дисканирование. О, находит треки. 155 треков медиа. Так, класс! Здесь есть описание. И, наверное, может подгрузиться и обложка. Вообще, процессор достаточно шустрый. Ну, есть какая-то задержка между переключениями. А, кстати, теперь светится желтым. Это похоже на то, что я по Bluetooth подключился. Ну, в общем-то, в целом, это всяко лучше всего, что у меня есть. Я имею в виду S21 Samsung. Это лучше играет. Кодеки, как они и говорили, Bluetooth. С высоким этим разрешением. Bluetooth Hi-Res. Включая UAT, LDAC, APTX, AAC, а также SBC. Все это поддерживает этот малыш. Еще что хотелось сказать. Знайте то, что вы всегда можете все настроить через эквалайзер. А вот как раз-таки для подключения Bluetooth у нас здесь можно отстроить настройку, чтобы было высокое качество. LDAC Audio. Стандартный LDAC. Предпочтительное подключение LDAC. UAT 1.2M. UAT 900. APTX. AAC. SBC. Достаточно много. Bluetooth подключение качественно. Классно, что в маленьком верхней полосочке указана почти вся информация. Время. Режим. Ограничение потоку USB. Ограничение потоку. Это, наверное, чтобы от блока питания не шарашить сильно аккумулятор, что ли. Если не ошибаюсь, то, возможно, это про это. Обновление ПО по Wi-Fi. Что уже стоит? Уже стоит последняя версия ПО. То есть, плеер уже пришел обновленный. Ну да, на самом деле, было бы странно, если бы нет. Потому что, насколько я понял, его только в марте представили. А сейчас март. 30 марта. Но его в середине где-то марта представили. И цена у него 89 буксиков. Да? Но это на официальном сайте. Как заказать оттуда и возможно ли заказать оттуда сюда. Я не знаю. Но на этого продавца и, возможно, еще на одного. У него тоже есть купон. Оставлю ссылки, где вы можете заказать. И где заказал я. Ну а что, друг мой, получилось сделать сопряжение с Hibby Music. И я просто... Очень удобно, кстати. Просто управляешь как пультом. С музыкой той, которая на плеере. Вообще, изи управляешь. Классно можно настроить воспроизведение. Да и, в принципе, всяких настроек там хватает. Прикольно. Можно и обложку поменять. И куча-куча всего. Вообще, на самом деле, управлять всем этим очень просто. И мне по кайфу, что по блютусу я спокойно настроился и подключается. Очень быстро теперь сопрягается с телефоном. Даже не Hibby Music, а просто сопряжение с телефоном по блютусу. Я могу слушать через Яндекс музыку или свою музыку прямо на телефоне. И нормальное качество. Хотя, вот тут все спорно. Если вы разбираетесь, скажите, нормально ли качество прилетает по блютусу. Хотя здесь очень много настроек. Я думаю, качество прилетает вообще вполне себе по блютусу нормально. Пока ничего такого не могу сказать. Классно, что все это очень легкое и... Ну, вот таким образом я вам предлагал прикрепить это к футболке. Единственное, что управление, оно вот тут под тряпочкой. А в целом вот так можно бежать вообще вполне себе. И управлять прямо отсюда. Да, прикольно. Классно. Да, классно. Вообще, круто, можно вот так вот это делать и вот так вот использовать. Прикольно. Хотя, зажим, если был бы какой-то, ну, на отдельном хотя бы аксессуаре. Если будут какие-то аксессуары, я сниму видос отдельный. Обнаружил вот такую вот кнопочку. Сейчас вот она здесь. В настройках хиби-мьюзик, она гейн называется. Я бы видели H, L. Я думал почему-то, что это low или high-low. Меняет что с низкого на высокий. Но похоже, что это просто добавляет 6 децибел. Звук становится еще громче. Ну, прикольно, если где-то не хватает звука, мощности. Хотя мощности хватает. Я бы вообще не стал утверждать, что, ну, это на порядок громче, чем играло через мой телефон. И немножко даже непривычно. Я даже не пробовал какие-то форматы, другие аудиоформаты. Но звук уже хороший. Ну, подожду, пока придут мои хиби-сидс второго тоже поколения. И там уже можно будет оценивать получше звук. А что оценивать звук в спортивных наушниках? Каких-то особых минусов я не заметил. Единственное, что немножко мне не нравится, что крутится. Хотелось бы, чтобы побыстрее громкость прибавлялась и убавлялась. Очень долго крутится эта крутилка. Это немножко мне как бы непривычно может быть. А может, реально не только меня это раздражает. А в целом зато она прикольно тактильно крутится. Надо пользоваться. Надо юзать, надо слушать. И теперь у меня времени будет. Крутая цена. Лучше, которую смог найти. Оставлю на продавца ссылку. Если тебе интересно, можешь пройти посмотреть. Если есть вопросы, пока я буду разбираться еще с этим плеером, задай в комментариях, если был полезен. Ну или просто, может быть, ты первый раз поддержи меня. Подпишись на канал. На сегодня, друг, все. Всех рад был видеть на канале. Спасибо за просмотр. Всех обнял, поднял. Всем пока.